Мы с вами мешок с подавленными желаниями. Это обусловлено, во-первых, тем, что с детства нас дисциплинировали. Если вы когда-нибудь видели детей, то понимаете, что главный дискуссион между ними и родителями – это дисциплинирование, приведение ребенка в какое-то состояние. А вот что ребенок хотел, что там у него было, что за удела, почему он заходил в потолку, мы про это с вами ничего не знаем, потому что в тот момент у нас не было еще соображалки, которая могла понять, что же было нашими теми импульсами, которые мы пытались из себя вынуть. Разные направления психоаналитической, динамической психотерапии рассматривают разные ходы для того, чтобы понять наши детские нереализованные интенции, вот эти желания. Потому что, согласно Юнгу, например, у нас с вами есть предназначение. Он выделяет, ну, вообще в этом направлении выделяется несколько тысяч архетипов, каждый из которых, значит, какой-то из них наш. И мы с кем-то с ним не подружились в этом самом детстве, потому что нас дисциплинировали. И, соответственно, мы не можем жить нормальной жизнью. Кроме того, мы, наши желания... Ну, есть еще много других. Сейчас я второе, почему наши желания подавлялись и подавляются. Это потому что мы с вами живем в социуме, у которого есть определенные ожидания от нас. Я думаю, каждый понимает, что он хочет быть хорошим. Вы, может быть, там даже себе так не говорите. Есть люди, которые просто слащавы, невозможно хотят быть хорошими. Значит, это что такое? Это попытка угодить другим людям. Это неприятие самих себя. То есть мне кажется, что если я буду самим собой, то меня не примут. И я должен все время вот эту хорошесть какую-то демонстрировать. Поэтому это второй комплекс вот таких желаний, связанных с социальной нашей жизнью. Разумеется, сексуальные желания являются супер-мега-проблемой. Значит, они являются проблемой, потому что наша с вами сексуальность оторвана от естественной биологической сексуальности. Это не с нами произошло, это с человечеством произошло. Поэтому он все время, человечество, проблематизирует эту тему. Понимаете? Адама с Еву выгоняют из рая за что? Ну, яблоко они, конечно, съели. Но в целом грех, так сказать, известно какой, и спрашивают священники на, значит, своих, не своих, а на исповедях людей, которые к ним приходят. И это дальше продолжалось. А сейчас это вообще превратилось просто в морг. Потому что никто не понимает, как получать удовольствие от сексуальной жизни. И ее пытаются как-то что-то с ней сделать, не понимая, что до тех пор, пока мы внутренне разделены со своей сексуальностью, мы не можем получать удовольствие от секса. Весь секс превращается в какой-то спектакль, какое-то действие ради действия без этого внутреннего чувства. Поэтому такие желания у нас тоже подавлены. Ну и, наконец, есть просто психические травмы, которые мы с вами переживали в детстве, в юности, в пубертате в особенности, во время сепарации от родителей. И там образовалась куча всяких разных травм, которые мы благополучно упаковали и вкладываем теперь во все отношения, в которые вступаем, и рушим их. Ну, результат невроз, тревога, общая невидовлетворенность жизнью. И, значит, мы такие сидим типа умные. Да, все дело в том, что у нас большая часть психики не осознается, и процессы не осознаются. Бессознательно, но то бессознательно, что знать его невозможно. Но существуют инструменты, которые позволяют его, по крайней мере, разъять. И на этих разъятиях мы получаем ответы на те вопросы, которые стоят у нас самих перед собой, а мы даже задать их себе не умеем.